Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Наткнулся вчера на подборку замечательных цитат из старых русских книжек про Иван-чай. Подборка небольшая и, как я люблю, мимоходная. Ну то есть упоминание о продукте явно выдернуто из повествования, которое ни к чаю, ни к горячим напиткам вообще никакого отношения не имеет. А еще подборка явно негативная. Для Иван-чая ругают его там. Ну вот, например, из Крестовского. «Берко что делает?» – спросила пришедшая, кивнув на коморку. «А что и всегда чай фабрикует?» – отвечала Сара тем тоном, который показывал, что занятие Берки не составляет тайны для ее гостя. Копорский? Да, Копорка. Впрочем, нынче не голый. Он теперь из одного трактира тут поблизости покупает от мальчишки с пивной чай. Вот и теперь еще сушится на печке. Потом мешаем с Копоркой, так-то лучше выходит, и сбыть ничего. Ну и так далее. Хорошая подборка, короче говоря. Знать и понимать место Копорского чая в старой русской напитковой культуре очень важно. Но точно так же важно понимать и то, что листья кипрея узколистного – это просто сырье. И если из него нужно сделать дешевую подделку под классический чай, как это почти всегда было раньше, то такая подделка будет сделана, причем без особых проблем. Если же при работе с листьями кипрея узколистного ставится другая задача, например, сделать самостоятельный интересный напиток с оригинальным вкусом, как это иногда бывает сейчас, то это совсем другой разговор. Вкусный напиток из ованчая, конечно, сделать сложнее, чем имитирующий традиционный чай барахло. Но это так уж всегда бывает. Хорошие вещи обычно сделать сложнее, чем плохие. Поэтому их и меньше. Занятные и почти чайные новости пришли из Израиля, причем с предысторией. 20 сентября 2022 года антимонопольное управление Израиля сообщило чайной компании Высоцкий о том, что приняло предварительное решение объявить фирму монополией. Антимонопольная служба выяснила, что Высоцкий контролирует практически половину розничных продаж зеленого чая, травяных чаев и ароматизированного черного чая в стране. Кроме того, у ведомства были доказательства, что компания обладает значительным влиянием и на рынке обычного черного чая. А Википедия вообще считает, что Высоцкий контролирует 76% израильского чайного рынка. А это нельзя и ай-яй-яй. Ну и вот буквально вчера, 26 июня 2023 года, антимонопольная служба официально подтвердила, что компания Высоцкий является монополистом на израильском рынке чая и травяных напитков. Признание компании монополистом влечет за собой ряд ограничений. Теперь компании запрещено оказывать влияние на размещение товаров на полках магазинов, обуславливать покупку одного товара покупкой другого и изменять конечную потребительскую цену. Я честно признаюсь, я ничегошеньки не смыслю ни в антимонопольной борьбе, ни в обуславливании покупки одного товара покупкой другого товара. Но вообще ограничения выглядят как-то странно. Примерно как сцена в анекдоте про израильскую армию, который заканчивается словами «Зяма, ты что, обиделся?» Я живо себе представляю ситуацию, в которой какой-либо крупной чайной компании предлагают выбрать между семью-десятью процентами рынка и возможностью по своему усмотрению расставлять пачки чая на полках супермаркетов. И совет директоров на самом быстром в истории компании заседании единодушно решает, что тут и думать нечего. Какая к черту доля рынка? Это все занудство додушнил. А вот возможность выкладывать пачками чая причудливые узоры на полках супермаркетов – это да. Ради этого только и есть смысл работать. И это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!